Расстояние от корневой шейки до 7 доли Расстояние от корневой шеи Расстояние от корневой шеи Вот родственники, которые появились на воле в школке, они ближе к земле из-за недостаточности тепла. Вот они и жмутся к земле, от которой идет тепло. Так, ну насчет тепла я бы не сказал, что от земли идет воздух, а не наоборот. Так, я думаю, я тут все это ночью так, днем наоборот. Ну, как версия пойдет, согласен. Как только станет тепле, они сразу пойдут росту. У нас все скачки днем и так далее. Вот. Вопрос интересный, но остановимся хотя бы для большинства среди так. Значит, еще раз. Никаких, это уже я шире беру, не только, я согласен, мне нравятся такие люди, которые соображают. Ищут, ищут, ищут. Вот. Но самое главное это что? Аж мнение авторитета, вы помните, мы с вами это проходили, что якобы дерево может заложить другую корневую шейку, если, например, закопано глубоко семечко. Или закопан саженец. Не брежно, но корневая шейка оказалась внизу. Будет новая. Не будет. Есть такое, это генетическая вещь. Почему? Почему? Потому что, действительно, закопал глубже и дерево гниет. А закопал нормально, дерево не гниет. И надежды, что закопал глубже, не будет гнить и будет 30-40-50 лет, критики не выдерживают. Особенно касается абрикоса и груш. А также я показывал гниющие яблони, сливы. Пусть подольше держатся. Представим себе, что природа миллионы лет сыпала семена на землю. Вот как лежали, так и сходили. И миллионы лет это продолжалось. А перепад всегда так. Что такое граница свет? Разная влажность, разная температура, разная освещенность. Под землей и над землей. Коррозия металла проходили, проходили. Металл, казалось бы, ух, где сгнивает коррозия, слово. На границе свет. А дерево-то, я уже все время забываю, ребят, который раз фотографии. У меня их несколько есть, но их найти надо. Сильно большой архив. Там, где год, два, максимум три, саженец держится за колбиты. А на третий-четвертый год уже кол, чтобы не упасть подвязаный, держится за саженец. То есть он уже отгнил полностью. И я потом, когда он отгнивает, я выдергивал из земли. Самое милое место это уровень земли. А раз корневая шейка держит, значит она есть. И миллионы лет генетически складывалось так, что корневая шейка образуется там, где впивается корешок в землю, а росток пойдет вверх. Потому что в конечном счете эти семя доля вначале сбоку, а потом, ну вы знаете, как они выпрямляются и так далее. Но место это миллиарды лет определялось. Миллиарды семечка лежала, миллиарды семян, ой, я привлечу, миллиарды семян миллионы лет лежали. И никаких, это глупость, это вот захотелось додумать, да. Уже когда человек говорит, уже понял, что глупостью сморозил, уже понял, что он научил тысячи людей гниению этих корневых шеек, что ему остается делать? В очередной это написать, новая образуется. Глупость это, вот понимаете, поэтому я еще раз на это обращаю внимание. Глупости, глупости. А вот это вот интересная фотография. Об этом тоже, вы знаете, мы с вами уже про все приемы проходили. Если уже мой семилетний ребенок же знает, как посадить дерево. На холм, там, ой, забыл все сказать, что отметку на корневой шейке. Ну ладно. В общем, если еще знать отметку на корневой шейке, то все. А мы с Тимошей 20 минут садили. Я только помог немножко лопату глубже втыкать, дальше он делал сам. А так все он сам сделал, да, 20 минут. А вы бы копаете метровую яму, размером с куб и весом полтонны, и тогда поговорим. Вот, специалисты научили. Ладно бы это действительно, вы понимаете, человек, которому воручают делать дурную, тупую, ненужную, даже вредную работу. Помните, набитый перегноем, клаку гниющую делают, там, где искоречены корни, да? И это принято за норму. Вот. С этого момента дерево начинает умирать. Или выживать, точнее сказать. Так вот, 20 минут, а там сад посадить. А человек не может, а он рубит, он сколько радикулитов, сколько приступов, сколько выпитали кальций, сколько потом... И начинает дерево болеть, потому что его посадили. Помните, я на прошлом видео, опять же в этот самый бордюрчик же приказано сделать. И это уже в 2015 году приказано. Это те самые редактора, которые меня же говорили, упрекали, что я грязью поливаю. Но отказаться так и не смогли от бордюра. У них же авторы-то все степененные. И вот, значит, мы сейчас переходим к более интересным и загадочным вещам, друзья. Так, смотрите. Времени осталось немного, я даже не заметил, как 2 часа истекает. Это, господи, представляете, это мне прислали саженец груши. Вот. Как он мог таким быть? Я должен на этот вопрос как-то ответить. А у меня случай... То есть так, у меня сразу были две равновеликие версии. А проверить невозможно, поэтому это как две очень серьезные догадки. Первое. Ну, это свойственно грушам. Вот свойственно. Я предполагаю... Сейчас я покажу вам свою фотографию своего сада. Вот это чуть позже. Это вообще уникальный случай. Вот. Ага. Обратите внимание на груши самого сада. То есть самого. Это уже питомник не мой, уже Сергей. Так. Вот. Фотографии 2016 года. Помните, я говорил, посадка 2015. Это так он выглядел. Вот то, что вы видели. Заросший весь. Вот так он выглядел в 2016 году. Так. И вот эти грушки, почему они такие кривые? Обратите внимание. Чувствуйте. Хотя ваши круче еще. Еще горбатее. Но уже свойство такое есть. Обратите внимание. И никуда от этого не деться. А это свойство груш. Но. Я не исключаю версию геопатогенных зон. Почему? Потому что я, как в моих фильмах, я сюда не включаю разборку геопатогенных зон. Вполне отключится сразу. Для кого-то я фантазер, в лучшем случае. Кто-то ждет простых, понятных советов. А мы с ними практически разобрались. Итак. Такие вещи возможны еще. Не только из-за, сейчас я договорю насчет генетики. Но это, возможно, геопатогенные зоны, в которых перекручиваются стамбы. Ну что, остается вам научиться владеть рамками и померить. Я показывал, как это делается не раз. И генетически возможно. Мы знаем, что у них есть папы, мамы, бабушки, дедушки, прапрапрадедушки. А когда-то в каких-то климатических зонах происходили страшные вещи. Или ты прижимаешься к земле, или прощай. Это может быть связано с суперморозами. Это может быть связано с супержарой. Это вот. И где-то, когда выживали именно такие. То есть, видите, очень особое случай, когда вертикальная мощная груша могла погибнуть, а вот такая остаться и дать потомство. Ну а дальше по Дарвину все. Проходит время, катаклизмы кончились. С десятки, тысячи лет, миллионные лет растет себе. И они получают преимущество те, которые растут вертикально вверх. Почему? Больше солнца. Но генах осталось. И получается, почему у меня, у Железова, вот, видите, ну что ты будешь делать? Есть и ровненькие, есть и горбатенькие, кривенькие. А это я называю генетическое разнообразие. Хохотов в генетическом зале, надеюсь, нету. Потому что я ничего не сказал лишнего. Все по Дарвину. Тут мы с вами, господа ученые. А теперь самое интересное. Вот этот саженец, кто помнит мой фильм, я ходил с рамками, и у меня так получилось, что именно ряд груш попал под то место, где чисто 100% гепатогенная зона. Я не болтун. Я даже не просто биолокатовщик. Вот. Я сильно много в этом деле понимаю. И обратите внимание, как себя ведет груша в гепатогенной зоне. Во-первых, расти не хочет. А то, что выжило, выглядит вот так. Намек поняли? То есть мы имеем две равновеликие версии, уважаемый коллега. Вот это первая, допустим, гепатогенная зона. Вот видите? Не исключено. Вероятность 50 на 50. И второе, генетическое разнообразие. Где-то когда-то предок миллионнолетней давности спас все таким образом, дал потомство. На какое-то время эти гены именно его стали давать больше потомства, доминировать, когда рядом не давали урожай или погибали. Нормально рослые, стремящиеся к свету деревья, те же груши. И через много поколений мы получили вот это. Вот так вот. Выбирайте любую версию. Мне это нравится. Мне нравятся разгадки, загадки. Я хочу, чтобы когда увидели в своем саду вот такое чудо, как это в моем, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Или генетическое разнообразие, или гепатогенная зона. И то, и другое требует изучения. И то, и другое интересно. Но главное, посадив 100 деревьев, никогда не получите 100 мощных росок. Помните, я это там показывал? Ведь там я вам показывал свои огромные деревья. Ведь я показывал вам, как урожай гибнет и гниет, и мы не можем его собрать физически. Одна крайность. А это тоже же у меня, у Железова. Тут я бессилен. А это гепатогенная зона. Я вам показывал это в фильме. Здорово, да? Попробуй расскажи это ученым. Ой, на смех подниму. Вот. А я все мечтаю. Расширено заседание Академии науки. Путин дает приказ выслушать Железова. Ой, сколько б я им рассказал, о чем они даже не догадываются. Сейчас ученый не тот пошел. Ну, это опять груша. Посмотрите. Это я к тому вопросу... Ну, вернемся назад. Помните? Расстояние до этой... До семядоли. Вот. Вот корневая шейка. Она генетически... Все. Она никогда не будет тут. Вот закопаясь, гниет груша. А расстояние, заметили до этого, разное? То есть, я все еще пытаюсь ответить на вопрос. Да. Условия практически одинаковые. Но здесь генетическое разнообразие даже тут. И ничего плохого нет. Главное, посадили на поверхность. Дальше можно было бы меня не слушать. Когда я сказал, посадили на поверхность, Железово право включили, компьютер. Последние полчаса зря слушали, время теряли. А может, не зря. Кто-то из вас возьмет рамки, посадит правильно. Кто-то поменяет у себя, у своих родственников. Особенно больных померят, где кровать стоит. Где стоит рабочий стол. Кухонный стол, где тоже часами сидят. Вот. Геранду. В общем, поняли, да? Надеюсь, я не зря говорил. А, я эту фотографию, знаете почему? Это та же уссурийская дикая груша. Видите, какие дровненькие? Вот. Так что... Ну, вы еще спрашивали. Там бывший вопрос, помните? Дело в том, что... Я показывал дикую сирийскую грушу. Это тоже была груша, но... Я же опять за все продолжаю. Эта груша инфицирована. Культурные груши. Как? Посадил, привил. Прививка померла. Вот. А дикарь стал давать плоды. И... Приезжает Курдюмов. Я его угощал. Я не болтал. Курдюмова на хромы, кобыли не объедешь. Ох, и натерпел я себя с ним. Вот. Доказать вам я могу. У нас много людей на слово верят. Курдюмова на слово не поверил. Ну, здесь самое страшное. Сейчас я вам только... Одно единственное, и все на этом закончим. Чтобы потом продолжить на других вебинарах. Вот. Почва должна быть влажной, иначе осеннего роста корневой системы может не быть. Это все, так сказать, пожелание благостное, потому что понятие влажное, понятие относительное. Можно осенним ростом поливом помочь, можно не полить. Следующее. Сохраняет тепло почвы. Я долго думал, как полив сохраняет тепло почвы, так и не понял. Ведь речь-то идет про осень. Смотрите. Предосвращает зимнее сушение. Побег испаряет плагу через кору. И кора лопается. Это к тому, что они тут написали, что зимой страдает от осушения. А почему-то лопается. Об этом и зимние, эти самые, так называемые, морозобойные, как будто не связанные с количеством влаги. То есть, понимаете, это опять подлость. Это еще не все. Испарение, усилие. Тут ладно, 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 ладно. Запасы влаги на высочем глубине 0,6-2 метра. Где почва охлаждается меньше, помогут компенсировать потери воды. Пропитать на 2 метра, запомните, никогда не пропитывайте чем на 20-30 сантиметров. Но это ладно, мой опыт дальше я не расшифровываю, почему. Еще не все. Может ли подземный полив быть вреден? Смотрите, дальше еще. Самое главное начинается. Мы с вами только одну статью разберем. А потом поймете, в чем смысл. Вы уже, наверное, понимаете. Благозаря, а так. Это, ладно, вообще благость. Когда поливать? Держите за стулья. 20-х чистых сентября. Для средней и северных зон. 20-х чистых сентября начинается так называемый листопад. Сентябрь по-украине не листопад ли называется? По-украински забыл. По-моему, листопад и называется. Так вот. В это время только начинают желтеть листья. Даже в Сибири. И влагозарядковый полив, это подлость невероятная, объясняю. Потому что дерево перестает испарять влагу. Ой, не так. Перестает, прекращает готовиться к зиме. Перестает сбрасывать листья. Оставляет их для того, чтобы спастись от этой влаги. Спастись. Испарять, испарять, испарять. До нормы. И в это время ударяет морозы. Потому что, упоминаю, это средняя и северная зона. Октябрь, ноябрь. Все. Приехали. Вот это страшно. Вот это подло. Когда они придумали. А сейчас знаете почему? Сейчас вы же не поняли. Один человек на планете только на это внимание обращается. Внимание. Читаем еще не все. Самый вывод потом поймете. Никакие самые сильные дожди не способны компенсировать огромное... То есть, смотрите. Идут проливенные дожди. Сентябрь, да? Идут, идут, идут. Не поняли еще? Обязательно нужно купить вот этот шланг. Когда? Внимание. Сентябрь. Сентябрь. ПХ номер 9 получили. Успеть купить шланг. И не важно, что идут дожди. Гробить и гробить деревья. Главное. Самое подлое. Это не то, что раменская агроном это предлагает. Может быть, она никакой не агроном. Кто-то продает эти шланги ради этого. А мы потом с вами десятки таких публикаций. И вот это, я не скрываю, ПХ. Это подлость ради продажи вот этого шланга. Взять и раз тут ПХ номер 9, сентябрь, если помните. Надо обязательно, чтобы уже в сентябре, потому что скажут, а зачем мне в октябре поливать? И вот сентябрь, дождивый самый месяц считается. И не обращать внимания на дожди. Вы представляете, что здесь написано? И поливать, поливать, поливать. Только, чтобы купили шланг, предлагается уничтожить сад. Смотрите. А дальше я не успел. В октябре тоже шланг купят. Положить под крону шланг. Ну ладно, вы поняли. Вот это я только один пример. А помните, я еще какие примеры уже иногда вспоминал. Субтитры сделал DimaTorzok